друзья всем привет вчера поступила новость о том что якобы повесился в своей тюремной камере некто джон макафи вы можете подумать кто это такой нам о нем ничего не известно но нет дорогие друзья вам о нем известно в любом случае макафи это создатель антивируса я думаю многих как меня этот антивирус задолбал он стоял предустановленным во многих android смартфонах в операционках google по моему тоже то есть этот антивирус пихали куда только можно и куда только нельзя так что в общем мировом масштабе это человек уровня нашего касперского создателя одноименного антивируса российского производства при том это мощнейшая антивирусная программа касперский вот наш который использует по всему миру если вы не в курсе и вот точно также антивирус макафи также использовался по всему миру материал этот будет основан полностью на сообщениях из телеграм-каналов потому что официальная пресса правду про это не напишет начну с поста нашего с вами секретного инсайдера он называется странная смерть макафи найден мертвым в камере после того как испанский суд разрешил экстрадицию пионер антивирусного программного обеспечения джон макафи был найден мертвым в своей тюремной камере через несколько часов после того как высокий суд испании постановил что он может быть экстрадирован в сша по обвинению в уклонении от уплаты налогов пионер антивирусного программного обеспечению джон макафи был найден мертвым в своей тюремной камере недалеко от барселоне в среду где о сообщении прессы через несколько часов после того как высокий суд испании постановил что он может быть экстрадирован соединенные штаты где ему предъявили обвинение от уплаты налогов за которое было вынесено наказание до 30 лет лишения свободы макафи по всей видимости повесился сообщил агентство рейтер его адвокат в заявлении опубликованным правительством провинции каталонии подтверждено что 75-летний гражданин сша был найден мертвым в своей тюремной камере неназванный источник в правительстве сообщил ассошейтед пресс что в заявлении упоминается макафи далее пост из телеграм-канал битлента известный компьютерщик был задержан в октябре прошлого года в аэропорту эль прат и с находился в тюрьме сан-эст-эве сэс-равирес барселона на основании ордера на обыск и арест сша в ноябре прошлого года он заявил что жизнь в испанских тюрьмах похоже на хилтон по сравнению с отвратительным сюрреализмом и дегуме дегуманизации американских тюрем а вот вам дорогие друзья ты вид самого джона макафи вот здесь на английском языке а им контент инхира хэв фрэнс дэгуд из гуд дэфуд из гуд колы звыл ну в переводе он звучит так если вы найдете меня повешенным знайте что это не я сам а теперь пост из телеграм-канала артема драгунова педа мафия завалила очередного узлового у макафи была огромная база материала на кучи уголовных дел антивирусы это лучшие шпионы современности поэтому бдите и касперского и остальных будут гасить по очереди таким образом дорогие друзья джон макафи это даже не уровень касперского а это уровень джулиана ассанджа или того же эдварда сноудена что такое вообще антивирус антивирус это компьютерная программа которая анализирует все данные вашего компьютера либо вашего смартфона он проверяет все исходящее входящее весь объем данных и представьте что это происходит по всему миру по всему земному шару когда вы покупаете и устанавливаете у себя антивирус вы конечно же надеетесь что ваш гаджет ваш компьютер ваш ноутбук или ваш смартфон защищен что никто вас не взломает что никто вас ничего не украдет но на самом деле вы даете ключ от всех своих данных приватных там не приватных в руки того кто владеет антивирусом и поверьте все эти данные аккуратненько складируются и при необходимости анализируются это работа спецслужб работа разведок и всего того что с этим связано это по сути легальный механизм по сбору информации обо всех кто пользуется соответствующим антивирусным программным обеспечением вы наверняка слышали бигдата бигдата что это такое бигдата это как раз работа с большим объемом данных а вот антивирусное программное обеспечение она эти большие объемы данных и производит при том в колоссальных масштабах конечно же никто об этом не говорит и никто вас не предупреждает что ваши данные которые собирает антивирус хранятся и могут в дальнейшем быть использованы против вас вы конечно же когда приобретаете программное обеспечение ставите галочку там согласен то есть по сути дела сами разрешаете сами даете право на использование всех ваших данных включая конфиденциальные джон маккафи также вот прошу задуматься над этим он был активным пропагандистом использование криптовалют то есть это человек который обладал большим объемом секретов и он был против системы он был против власти глобалистов и активно ратовал за использование криптовалют один раз он даже пообещал себе отрезать свой детородный орган в том случае если курс биткоина не пробьет отметку там или 100 тысяч долларов или миллион долларов я сейчас уже не помню ну то есть этот человек был гораздо больше чем мы осведомлен о планах глобалистов и рассматривал криптовалюты как инструмент противостояния как раз этим глобалистам так что мотайте на ус и делайте выводы я вас постоянно призываю вникать в то что такое криптовалюты учиться работать с этим новым инструментом и вот джон маккафи положил свою жизнь как раз на то что бы вы еще раз обратили внимание на этот инструмент который некоторые считают что он принадлежит глобалистам но вполне может быть что это вовсе не так я со своей стороны выражаю сочувствие родным и близким джона маккафи и обращаю внимание таких людей как касперский и разных разработчиков программного обеспечения которые также сейчас могут пострадать вот такая вот информация хотел обратить на нее ваше внимание дорогие друзья на это у меня пока все спасибо за просмотр всем пока